21 февраля в Музее истории Казанского федерального университета открылась выставка «Ветераны». Материалы для нее были переданы сотрудниками университета, прошедшими службу в горячих точках в Афганистане и на Северном Кавказе, а также ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС. Многие из них поделились своими воспоминаниями. Выставку торжественно открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Эти годы по-разному сегодня все трактуют, но все, кто там был, они честно отдали свой долг. Можно много разных пафосных слов говорить, но я думаю, у нас будет еще время, когда мы с вами за чашкой чая продолжим этот разговор. А сейчас я бы хотел, чтобы вот все, что здесь есть, оно служило подрастающему поколению. С приветственным словом гостям выставки также выступили проректор по общим вопросам КФУ Решат Гузейров и директор департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда, ветеран афганской войны Альберт Тазеев. Сегодня в Казанском федеральном университете работают 8 ветеранов войны в Афганистане. Двое сотрудников КФУ в 1986 и 1987 годах занимались ликвидацией последствий аварий на Чернобыльской АЭС, крупнейшей техногенной катастрофе в истории. 10 сотрудников ветеранов восстанавливали конституционный порядок на Северном Кавказе в рамках контртеррористических операций. Кто выставку формировал, кто эту выставку на себе вынес, они сделали все возможное, чтобы хотя бы эти экспонаты по крупицам собрать. В целом выставка произвела положительное впечатление. Все, что азы необходимы от того, что должно быть, оно есть. В дальнейшем, я думаю, экспонаты будут копиться, экспонатов будет больше. На открытии выставки присутствовали как ветераны и сотрудники КФУ, так и учащиеся лицеев университета. Работники музея провели для них экскурсию по экспозиции. После открытия участники и гости выставки отправились в Парк Победы и возложили цветы к Вечному огню. Камиль Гемоздинов, Диана Жилинкова, Виолетта Басова, Фарид Захетуглы, Универ Ньюс.